Всем привет! Пока самарские ученые работают над аналогом вечной батарейки, а канадские исследователи изучают влияние детского стресса, в Казани чествуют молодых ученых. Подробности далее. Специалистам Самарского университета имени Королева удалось разработать технологию, которая позволяет создать источник питания со сроком службы более 100 лет. В основе технологии лежит принцип преобразования энергии радиоактивного источника изотопа в электрическую энергию. При этом используется аналог фотопреобразователя, для работы которого не требуется солнечный свет. Российская разработка, в отличие от аналогов, отличается экологичностью, низкой стоимостью и более продолжительным периодом работы. Стресс, перенесенный в детстве, сокращает жизнь значительнее, чем стресс, пережитый после взросления. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Британской Колумбии в Ванкувере. Биологи взяли образцы слюны у 4598 человек старше 50 лет. Эти же люди заполнили анкету о потенциально стрессовых событиях в их жизни. Оказалось, что у участников опроса, перенесших стресс в детстве, было на 11% больше шансов того, что теломеры окажутся короче обычного. От длины теломер зависит способность тканей к обновлению. Клетка не может делиться бесконечно. С каждым делением теломеры укорачиваются, и вместе с их уменьшением слабеет их способность защищать ДНК от повреждений. В сентябре стали известны имена студентов и аспирантов, получивших, пожалуй, самые значимые и престижные в Российской Федерации стипендии президента и правительства, назначаемые за выдающиеся способности и достижения в учебной научной деятельности. Ксения Колобынина – магистрант Института фундаментальной медицины и биологии КПУ, одна из них. Ее научный проект связан с исследованием влияния белка тискалцина на свойства мизинхимных и гемопоэтических стволовых клеток человека. В прикладном значении рассматривается возможность создания геноклеточного препарата на основе мизинхимных стволовых клеток с экспрессией тискалцина. При трансплантации такие клетки будут быстрее и эффективнее дифференцироваться, что сократит финансовые и временные затраты. Это были самые необходимые новости науки на сегодня. Пока. КОНЕЦ